У Державным Вытворшим Объединения Беларусь-Нафта поведомили об открытии новых родовищов. И они находятся у так званой центральной структурной зоне Припятского прогиба. Географично это Хойницкий район. С новыми перспективами нафта с добычей ознайомились наши корреспонденты. Сегодня специалисты Державного Вытворшего Объединения Беларусь-Нафта ведут распространение 61 родовища. Это около 870 сведровин. В уголе беларуськая нафта зараз добывается у 8 района Гомельской области и одним Могилевской. Еще два родовища, которые находятся на территории Хойникшины, зараз рыхтуются до промысловой эксплуатации. Работы на полночна Амелькаушинским начались у Красавяку этого года. А уже в лепени тут начнется с добыча сыровины. Чакаемые объемы – 50 тонн за сутки. Коммерческая скорость бурения проекта – 1118 метров на станке в месяц. Фактически мы в два раза быстрее ее бурим. Скважина бурится быстрее за счет того, что мы применяем в настоящее время современный породоразрушающий инструмент, насосное оборудование современное. Избинское родовище почали распрасовывать на приконцы минулого года. Тут суточная с добыча складе 150 тонн. Причем по своих характеристиках гэта сыровина высокой якости. Подрыхтовчая работа практически завершена. Початок промысловой сдобычи запланованы на наступный месяц. Мы находимся здесь уже с декабря месяца 2019 года. Мы используем технологию бурения боковых стволов. То есть используем скважины ранее пробуренные с целью удешевления. И если говорить простым языком, производим технологическое отверстие в колонии. Далее бурим ствол в заданном нужном направлении. По попередних подликах запасы нафты на двух новых родовищах складуть больше як 2,5 млн тонн. Для сравнения. Задача для Беларусьнафты на год – гэтым млн 710 тыс. тонн. При гэтым на предприемстве не выключают махчымасти открытия у припецким прогибе новых нафтовых родовищов. Боуселяким выпадку гэтый регион лишится перспективным. С гэтой нагоды у ближайших годы тут протягнется проведение пошуково-разведывальных работ. В январе текущего года мы уже с вами анонсировали открытие южного блока Гарцевского месторождения, что также расположено в центральной структурной зоне припецкого прогиба, Хойницкий район. И вот сегодня мы будем вам говорить о наших достижениях, которые мы получили на двух новых структурах. Для нас это очень значимый результат, особенно в этом регионе, позволяет нам прогнозировать дальнейшие работы в этом направлении. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Хойницкий район.